Короче говоря, дефицитный товар. Сегодня меня разбудил звонок от бабушки. Вместо доброе утро я услышал громкий вопрос. Закупился ли я гречкой? Я, конечно, знал, что моя бабушка главный амбассадор крупы и паники в регионе, но не до такой же степени. По старой схеме приврал, что гречки у меня завались. Но бабушка знала эти приколы. Сказала сделать селфи с гречкой и скинуть вайбер. Блин, вот зачем я научил её пользоваться смартфоном? Сказал, что сейчас схожу, куплю немного крупы. Осознав, что выхода нет, собрался в магазин. В магазине было всё. Фрукты, колбасы, алкоголь, но не гречка. Зашёл в другой супермаркет, потом в третий. Гречки нет. Скажу честно, я никогда не любил гречку, но теперь мне уже из принципа хотелось её купить. Обойдя все магазины в округе, я понял, что реально гречку сейчас не достать. Придётся давиться морепродуктами, фруктами и прочей рутинной едой. А где-то в своих пентхаусах сейчас кушают гречку богатеей. Ну и моя бабушка. Ох и ждут меня нотации от неё. Но тут, проходя мимо стены, я увидел надпись «Гречка, крупы, телеграм». Сначала я не поверил, потом осмотрелся. Записал адрес и быстрым шагом погнал домой. Уже дома, включив все возможные VPN, нашёл этот тайный телеграм-канал. Вот я офигею, если его ведёт моя бабушка. Мне прислали варианты круп. Пшёнка, ячка, перловка, чего там только не было. Я сказал, что мне нужна гречка. Килограмм. Мне назвали цену. Ого, эту гречку что, Сваровский производит? Понял, что не потянул. Заказал полкило. Спросил, где мы встретимся. Мне сказали, что они положат гречку в условленном месте и скинут координаты. Ах да, это, наверное, чтобы никакую болячку при встрече не передать. Двинул на место. Мне кинули координаты. Начал искать. Только на этом моменте до меня допёрло, что я выгляжу как поисковик закладок. Блин. Чтобы не вызывать подозрений, сделал вид, что ищу свою собаку, которую зовут гречка. Пять минут поискал мнимую собаку. Наконец, нашёл нужную лавочку. Где-то под камнем должна быть моя долгожданная крупа. Есть. Вот она. Полкило отборной гречи в моих руках. Правда, стоит она как полкило цветного металла. Но что поделать, времена такие. Сделал селфи для бабушки. Она сказала, по возможности запастись и другими крупами. Глядя на ситуацию с гречкой, я и сам подумывал, что запасы это неплохо. Вот только где же их взять. А тем временем на улице светило солнышко, зеленели растения, пили птички. Стоп. Птички. Птички же любят зерно и всякое такое. В моей голове созрел гениальный план. Нет, я не буду заманивать голубей гречкой и потом их кушать. Хотя идея неплохая. Я придумал другое. Где взять много крупы, причём практически бесплатно. Ну, не обижайтесь, птички-синички. Раньше я вам помогал. А теперь уж будьте добры вернуть должок. Я взял пакет, подошёл к кормушкам и попросил одолжить немножко крупы до лучших времён. После карантина я всё вернул. Короче говоря, дефицитный товар.